Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска и питомцы нашего домашнего приюта для бездомных животных, для кошечек, который называется Кото-Васия. Я представляю вашему вниманию несколько картинок из нашей мирной повседневной жизни. Тише мыши! Пумба спит! Так назвал бы я эти чудесные фотографии, снимки вальяжного и по-человече-умного котяры по кличке Пумба. Он очень чистоплотный, великолепного окраса персикового, ласковый и компанейский. Ждет своих новых хозяев, готовых взять его на воспитание. А это рядом с Пумбой отдыхает Ляся, огненно-рыжая красавица, более ласковое и доверчивое животное трудно себе просто представить. Она первая несется встречать гостей, приходящих выбирать себе котейку, ласкается к ним, трется головой, боками, всем телом, но ее до сих пор почему-то никто так и не удочерил. А это маленькое чудо веселого раскраса зовут Веснушка. В преддверии лета она была спасена моим сыном из ямы с водой в подвале, куда она упала, удирая от каких-то мальчишек нехороших. Малюсенький, жалкий, мокрый комочек превратился, как вы видите, в прекрасного подростка-девочку. Правда, она очень недоверчивая и даже гладить себя не позволяет. Вот как достали ее в детстве нехорошие люди. А рядом с ней, смотрите, черно-белого окраса, бусинка. Ее прозвали так за черные глазки, похожие на бусинки. Бусинку и ее братика недель-двух от роду какая-то сволочь выкинула прямо на помойку, где они пищали, дрожали от холода, просили кушать. Их принесли к нам какие-то сердобольные люди, я помню, взрослые там были и дети. Братик ее, бусинки, в первую же ночь, к сожалению, покинул нас, скончался. А бусинку вылечили и выходили. Ну как выходили-выли. Моя жена Ирина занималась. Она делала ей уколы, держала на грелке постоянно, кормила из специального рожка для кормления котят, у которых нет мамы. Каждые 2-3 часа в течение целого месяца вставала по ночам, спала урывками. И вот теперь это выжившее, благодаря моей Иришке, чудо перед нами. Очень веселое, веселое, я даже закашлялся от этого веселья. Добрая, смешная, озорная, гибкая, как обезьянка, которая лазит везде и всюду. Она одаривает всех нас неземной лаской и признательностью за спасение. А к Ирине садится на грудь, обнимает ее лапками за шею и целует в губы. А это наша Матрона, тигрового окраса, но серого, только серая, с черными полосами. Огромнейшая кошка по имени Миля. Несмотря на свой грозный вид и огромные габариты, она очень добрая и спокойная. Похоже, она тут, в нашем приюте, считает себя уже полноправной хозяйкой и не очень-то торопится покинуть его, покинуть приют Катавасио. А это, я уже о ней ранее рассказывал, это наша новая питомица. Имени у нее пока нет. Она проходит карантин вот в той комнате, где я занимаюсь своими делами. Хватит вам, ребята, дайте мне спокойно говорить. А эти вот два малыша этих дерутся уже между собой, выздоровели. Осталось еще один раз им дать глистогончика и можно предлагать уже людям добрые руки. Пару дней назад эту девочку стерилизовали. И вот она еще отходит и отсыпается после сильного наркоза. Эту весловушку привезли издалека, как я уже как-то рассказывал, из Игуранского района. За 235 примерно километров от Смоленска. Там ее кто-то завез в заброшенную деревню и там выбросил. Она бы там и не выжила. Но нашлись неравнодушные, добрые люди. Доставили бедняжку сначала в Вязьму, а из Вязьмы уже смоленская девушка ездила на своей машине за ней. Привезла в наш приют. Она еще не старенькая, хотя у нее всего 4 зубика. Два сверху, два снизу. А остальные, видимо, выпали отнюдь не от хорошей жизни. То есть проблематично, если бы она осталась в деревне ее выживания. Потому что она мышку даже уже, наверное, не поймает. Хотя ей 4-5 лет, как я говорю, всего лишь, так сказать. Поэтому сухой корм ей жена пыталась давать. Она грызть не может. Только вот из пакетиков такой. Разные паштетики, кусочки какие-то. Ну вот, друзья, на сегодня, может быть, хватит. Нельзя перебарщивать. Я познакомил вас лишь с некоторой, с малой частью из 46 обитателей нашего приюта. А если у вас есть возможность помочь нам, то все атрибуты для перевода любой приемлемой для вас суммы имеются в описании под этим и всеми другими роликами. А сейчас я хочу от всей души, от всего сердца поблагодарить за помощь приюту Елену Викторовну М, Валентину Александровну К, Анну Антоновну Ш и Нину Владимировну Н. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска со своими питомцами из приюта Кота Васия. Всего нам всем наилучшего, доброго, хорошего, вечного здоровья, главное здоровья, еще раз здоровья вам, вашим родным и близким. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok